Всем добрый день! Как всегда, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня вашему вниманию предлагаю вкуснейшую такую сырную лепешку или ленивый хачапури. Давайте будем готовить. Для приготовления потребуется 10 грамм теплой воды. Сразу вливаем в воду в чистую миску, в которой будем делать замес. Добавляем 1 чайную ложечку сахара и 1 чайную ложечку дрожжей. Это 4 грамма. Перемешиваем. Если будете использовать живые дрожжи, берите 10-12 грамм и оставьте их вот так немножко активизироваться. Для сухих инстантных дрожжей достаточно просто их перемешать. Можно даже сразу муку, но я предпочитаю все равно сначала их развести. Добавляем 1 яйцо и 250 грамм вот такого вот. У нас называется киселоомлеко, кислое молоко. Это что-то наподобие домашней простокваши или мацони. Вот такой вот густой кисломолочный продукт. Как его сделать дома, я показывала. Можете приготовить дома, если не можете найти что-то подобное в магазине. Или в конце концов взять обычный кефир. И вместе с кисломолочным продуктом добавляем 1 чайную ложечку соды. Перемешиваем все, добавляем частями, чтобы не переборщить, просеянную муку. Муки 450 грамм, но будем смотреть. Вместе с мукой добавляем вот такую вот неполную чайную ложечку соль. Наверняка вам это тесто знакомо. Мы наподобие из такого теста делали вареники паровые. Я немножечко отработала это тесто для себя. И получилось вот такое шикарное тесто, быстрое, для лепешек, для вот такого вот ленивого хачапури. Когда нет времени долго ждать, 2-2,5 часа растаивать дрожжевое тесто. Такое классическое, в классическом понимании. Прежде всего, происходит очень-очень быстро. И тесто, я считаю, у меня получилось очень удачное. Я его вот такие пропорции отработала под себя. И спешу поделиться с вами. Надеюсь, и вам тоже понравится. Замешиваем тесто как-то активно и чересчур долго вымешивать его не нужно. Достаточно просто сделать вот такой вот основной замес. Мука у меня вся ушла 450 грамм. Иначе плюс будем добавлять еще на подпыл 20-30 грамм. Мягкое, слегка подлипающее тесто. Слегка подсыпаем сверху и рабочую поверхность мукой. И прикрываем его той же самой миской, в которой делали замес. И вставляем на 10-15 минут. Для начинки потребуется 100 грамм моцарелла, либо другого какого-то сыра, который хорошо плавится. Одно яйцо. 30 грамм мягкого такого полурастопленного сливочного масла. И 650 грамм основного сыра. Это у меня такой домашний молодой рассольный сыр. Он вот такими вот пластами срезается. В качестве аналога можете брать сулугуни, можете брать адыгейские. Мешать и сулугуни, и адыгейские частями. Творог мешать сулугуни 50 на 50. В общем, тут миллион разных вариантов. Перетираем вилкой, либо руками. Видите, он хорошо мнется, этот сыр. Только не берите обезжиренный сыр. У меня это жирный сыр, не обезжиренный. Потому что есть такой домашний сыр, обезжиренный. У меня жирный. Добавляем сюда масло и яйцо. Моцареллу трем на терке, но не всю. Оставим кусочек, чтобы посыпать сверху. Все перемешиваем. И смотрите, по своему сыру. Не говорю соли, просто по своему вкусу подсаливаем. Не должна получиться чересчур соленая лепешка. Поэтому я добавлю, может быть, четверть чайной ложечки. Потому что у меня сыр не соленый. Если сыр соленый, вполне вероятно, что вообще не придется солить. И лучше в конце его просто вот тоже таким вот способом повымешивать. Как фарш, вымешиваем, как тесто. Делим визуально этот сыр на две части, либо на три. Сколько будете делать лепешек, я буду делать две таких достаточно больших. Поэтому я поделю начинку на две части. Все время, пока мы занимались начинкой, и тесто у нас полежало минут 10-15. Полим его ровно на две равные части. Тесто у меня получилось 800 грамм. Поэтому кусочки должны быть по 400. Слегка его растягиваем рукой. Помогаем, не забываем про муку. Помогаем себе мукой. Переворачиваем. И берем начинку. Видите, начинки должно быть фактически столько же, сколько и тесто. И собираем тесто в мешочек такой. Просто подтягиваем за краешек к центру. Вот такой защипываем в мешочек. Подсыпаем мукой и начинаем вот так нежно, ладошкой, расплющивать тесто. Чтобы равномерно расходилась начинка внутри. Я сделала примерно диаметр на 25 см. И можно перенести на лист. Чтобы потом растянуть еще немного. И репешку смазываем взбитым яйцом. Посыпаем моцареллой. Можно добавить к моцарелле еще одну столовую ложку вот этой вот начинки. Можно смазывать сяным яйцом. Можно только желтком. Присыпаем еще слегка сыром. Я натерла остатки 50 грамм моцареллы. И добавила еще немного вот этой вот смеси, которая идет в начинку. Можно сделать небольшое отверстие для выхода пара. И таким же образом формируем вторую лепешку. Первая лепешка готова. Можно сверху еще выложить кусочек сливочного масла, пока она горячая. Выпекалась у меня ровно в 19 минут. Ориентируйтесь по своей духовке 18-20 минут. Конечно же, лучше всего есть сразу такие лепешки сырные с пылу, с жару, пока там такой сыр весь горячий топится. Но даже и остывшие потом из этого теста, они получаются вполне себе вкусные. Можно всегда подогреть. Вкусно хоть первым-вторым блюдом подавать, хоть к сладкому черному чаю. Вкуснотища получается. Очень много сыра. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, вам тоже понравится. Это такой очень быстрый, как я говорю, ленивый вариант выпечки сырных лепешек наподобие хачапури. Пишите свои отзывы, подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Вкусных вам сырных лепешек! Субтитры создавал DimaTorzok